привет друзья я в маске как вы видите буду так говорить я думаю меня будет слышно что тут я вот на работу сейчас пришел зашел автобус я щас просто был на больничном две недели почти там 13 дней вот сейчас только вернулся на работу сегодня первый день вот только зашел автобус вот только сел за руль как вы видите ну что сказать первое первое что сказать это то что от вы конечно первое что в голове у меня сейчас крутится отвык немного да не без этого сейчас по ходу буду это на ходу-то вспоминать все как педали нажимать как поворачивать и все остальное ребят подтвердился у меня сдавал я тест на коронавирус подтвердилось что я заболел было вот поэтому на больничном сидел 13 дней ну что хочу сказать ребята у меня в принципе слава богу в легкой форме все прошло хотя для меня это было очень ощутимо и очень неприятно для организма для моего вкратце расскажу у меня симптомы были такие у меня была потеря обоняния запахи я перестал слышать и очень сильно болела спина сначала в районе там лопаток а потом уже боль это опустилась ниже в район поясницы это было очень жестко я вам хочу сказать потому что сложно было найти положение когда садишься на стул или там на диван в кресло сложно было найти положение такое чтобы спина не болела ну почти невозможно было усесться нормально и когда спать ложился вечером тоже лечь была большая проблема просто вот просто через боль я ложился опускал свое тело на подушку и точно так же я вставал утром очень сложно было я как просто боком поднимался и очень сильно помогал себе руками типа отжимался да так от кровати потому что очень больно было декабрила спина ну и само по себе как бы улечься спать вечером было очень сложно потому что это все было через боль так что вот так ну хочу сказать что это было жестко конечно это очень было неприятно но но я общался с другими ребятами которые как оказалось тоже перенесли это заболевание на себе и так скажем я знаю что у других людей это было все гораздо в более тяжелой форме была у людей температура очень высокая там за 39 это же запах и вкус теряли люди и болели колечности и спина болела тоже затруднено дыхание было но то есть это вообще как-то жесть по моему полная то есть ребята я почему записываю это видео потому что хочу всем пожелать здоровья крепкого пожалуйста берегите себя ребята не старайтесь не болеть старайтесь соблюдать меры вот этой безопасности сейчас по коронавирус носите маски мойте руки обрабатывайте антисептиком держите маломайские как-то расстояние там полтора два метра если вы находитесь где-то в транспорте или в магазине там еще где-то где большое скопление людей берегите себя ребят потому что я тоже думал до последнего что меня это не коснется я думаю что это такое все все пройдет мимо меня это не зацепит но это на самом деле подкрадывается очень неожиданно и застает врасплох я до последнего не знал что я заболел потому что у меня-то болела спина да но тут как бы так скажем в силу моей работы да тут хочешь не хочешь но ты без куртки там в кофте просто да там или в жилеточки в любом случае ты выскакиваешь на улицу сейчас-то зима да в любом случае ты выскакиваешь на улицу где-то что-то надо там одно второе третье вот и получается что заболеть само по себе подхватить заболевание какой-то грипп да простуду в принципе не сложно с такими делами а вот по поводу спины я думал что честно говоря меня где-то продуло просквозила что-то вот в этом роде я до последнего думал что у меня спина болит вот по таким причинам где-то я там застудил ее какой-то нерв может застудил еще что-то но вот я думаю что из-за этого но оказалось что другие ребята мне потом говорили симптомы это такие что у многих они есть когда вот заболевание к видам идет поэтому смотрите ребят берегите себя всем крепкого здоровья хочу пожелать соблюдайте меры вот эти вот по безопасности для вашего здоровья которые направлены ну и всем хорошего настроения всех с наступающими праздниками поздравляю с рождеством новым годом давайте всем удачи на связи не болейте скоро будут новые видосики всем пока а я пошел работать